Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 782-го дня войны. Главные новости понедельника, 15 апреля. Российские войска ударили по центру Славянска ракетой «Гром-Е1». Что известно о последствиях взрыва в оккупированном Луганске, рассказывает главред реальной газеты Андрей Дегтяренко. Владимир Зеленский требует помочь Украине так же, как помогли Израилю. Американские медиа сообщают о некоем консенсусе между лидерами Конгресса, но судьба пакета помощи Украине по-прежнему неизвестна. Эммануэль Макрон предлагает глобальное перемирие на время Олимпийских игр. Теперь обо всем по порядку и начинаем, как всегда, с военной сводки. Утром 15 апреля российские войска ударили ракетой по центру Славянска. В Донецкой области повреждены многоэтажные дома. Славянск какое-то время не подвергался обстрелам, однако на прошлой неделе атаки на город возобновились. Сообщается, что для сегодняшней атаки россияне использовали ракету «Гром-Е1». Также российские войска ударили управляемой авиабомбой по селу Лукьянце. В Харьковской области повреждено учебное заведение, два человека погибли, есть ранены. А накануне вечером российские войска из реактивной артиллерии атаковали город Северск. В Донецкой области в результате погибли четверо местных жителей. Сегодня проект «Радио Свобода. Схемы», а также «Донбасс. Реалия» опубликовали спутниковые снимки последствий авиаудара по луганскому машиностроительному заводу «Сто» на оккупированной территории. Сообщения о взрывах в районе завода в Луганске появились в минувшие выходные. О том, что известно сейчас, нам рассказал украинский журналист, главный редактор Луганской реальной газеты Андрей Дегтяренко. Днем 13 апреля наши источники в оккупированном Луганске заявили, что слышали сразу несколько резких ударов, взрывов. Потом люди идентифицировали, что дым поднимается над районом сотого завода. И, в общем-то, потом мы исследовали, какие видео появляются в социальных сетях и достаточно быстро определили геолокацию, что это действительно сотый завод. На самом деле этот завод называется «Луганский машиностроительный завод «Сто». Достаточно известное было в прошлом предприятие, которое уже 10 лет не работало с момента начала оккупации. И все местные абсолютно знали, что российские военные там хранят и ремонтируют военную технику. Что еще важно? Важно, что заявили местные средства массовой информации о 10 погибших, но наши наблюдатели считали, что как минимум в три раза, наверное, больше скорых ездило, курсировало. И еще важный момент. Практически никто не пострадал из местных жителей, даже особо не пострадали дома, которые находились неподалеку. Что говорит о том, что действительно было использовано высокоточное оружие. И действительно целью был именно этот военный объект оккупантов российских. Украинские силовики заявляли о том, что поразили командный пункт группы «Центр». Но так это или нет, сказать сложно. Единственное, что действительно это был военный объект. И абсолютно все местные об этом знали. Он использовался в этом качестве практически 10 лет оккупации. Очень удобное расположение. С одной стороны, он как бы в стороне несколько от центра находится. С другой стороны, очень удобная логистическая развязка. И туда и днем и ночью ездили какие-то военные машины. Это вот тоже абсолютно все могут подтвердить. Что интересно, еще пропаганда Луганская заявляла устами Леонида Пасечника, что, мол, этот завод собирались реконструировать. Были планы его возрождения. И вот, мол, Украина разрушила этот завод. И теперь, мол, Донбасс не будет возрождаться. Но, на самом деле, никто его не собирался реконструировать. Как были там военные, никуда они оттуда не уезжали. После 22 года, после начала широкомасштабной агрессии, он еще больше, в еще больших объемах использовался как военная база. И, наверное, действительно, только вот удар высокоточным украинским оружием мог положить этому конец. Ну, что, в общем-то, и произошло. Украинский журналист, главный редактор Луганской реальной газеты Андрей Дегтяренко о последствиях взрыва в оккупированном Луганске. Добавлю, что в оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области также гремели взрывы. Об этом глава Бердянской городской военной администрации Виктория Голицына написала в Телеграм. По ее словам, взрывы слышал весь город. После этого в Нагорной части Бердянска был виден дым. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные власти города пишут, что вооруженные силы Украины атаковали Бердянск. И по предварительным данным, как сообщают еще раз подчеркну российские пропагандистские медиа, ПВО сбило две ракеты Storm Shadow. В то же время часть Запорожской области, которую контролирует Украина, подвергается постоянным обстрелам. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в течение минувших суток россияне атаковали регион 400 раз. Под огнем находились семь населенных пунктов. Ну а представители сухопутных войск Украины сегодня показали видеокадры из села Работино в Запорожской области, которые интенсивно обстреливают российские войска. На видео уничтоженные здания, побитые деревья, усеянная сплошными воронками земля. Люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома, объясняют представители сухопутных войск. Такое лицо имеет русский мир. Именно так освободители освобождают наши территории от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и совсем от жизни. А потом, щеголяя на руинах, отчитываются об успехах на фронте. Конец цитаты. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, насколько важно сейчас обеспечить защиту Украины. Он сравнил подход союзников к атаке Ирана на Израиль с подходом к атакам России против Украины. Современная авиация доказывает свою эффективность. Современные силы ПВО способны защищать жизни. Это было только что продемонстрировано на Ближнем Востоке, когда авиация и ПВО сбивали иранские ракеты и шахеды, которые были направлены на Израиль. Весь мир видел, что такое настоящая защита. Значит, это возможно. И весь мир видел, что Израиль в этой защите был не один. Угрозу в небе уничтожали и союзники. И когда Украина говорит союзникам, что достоинства дают лучшую защиту, эффективность этого они уже сами хорошо знают, знают и обеспечивают. И когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это значит, что надо действовать. И действовать сильно. Не риторикой защищается небо. Не мыслями ограничивается производство ракет и дронов для террора. И то, что санкции против России все еще обходят. И то, что мы в Украине месяцами ждем жизненно важного пакета помощи. То, что мы до сих пор ждем голосования в Конгрессе, говорит о том, что точно так же месяцами нарастает самоуверенность террористов. Это был фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского. Украинское ПВО истощена именно из-за задержек военной помощи США. К такому выводу пришли аналитики Вашингтонского института изучения войны. Они сравнили возможности противовоздушной обороны и способности отражения вражеских атак Израиля и Украины. Напомню, комбинированный удар Ирана был значительно менее успешным, чем недавние российские удары в Украине. Ведь израильские средства ПВО перехватили почти все, примерно из 320 воздушных целей, за исключением нескольких баллистических ракет. О том, к какому заключению пришли аналитики института изучения войны и о том, чем отличаются возможности ПВО Израиля и Украины, расскажет Алекс Григорьев. Несколько ключевых выводов. Подлетное время российских дронов и ракет к Украине значительно меньше, чем иранских к Израилю. А у Украины нет достаточного количества истребителей, способных перехватывать дроны и ракеты в воздухе. Ну и о возможности украинского ПВО истощены. Добавим, что ПВО Украины долгое время страдали от недофинансирования, нехватки современной техники и недостатка квалифицированных операторов. А ныне воюющая Украина вынуждена использовать невероятный компот из устаревшей советской западной техники, предоставленной союзниками, которая требует разных боеприпасов и с трудом интегрируется в единые системы. И средств ПВО явно недостаточно до закрытия всей территории страны. Израиль обладает рядом других преимуществ перед Украиной. Во-первых, его территория примерно в 30 раз меньше украинской, что позволяет покрыть его невидимым куполом ПВО, имея меньшее количество радаров и перехватчиков. Во-вторых, в распоряжении Израиля есть спутники космической разведки, а также радары и спутники союзных государств, ослеживающие воздушное пространство Ирана. Это позволяет более эффективно использовать всегда дефицитные возможности ПВО. В-третьих, бомбоубежище находится в шаговой доступности для большинства жителей Израиля. Любое строительство предусматривает оснащение таких укрытий. Ну и в-четвертых, это, вероятно, наиболее важный фактор качества израильских систем противовоздушной обороны действительно не имеет аналогов в мире. Израиль начал крупномасштабный проект создания системы «Железный купол» с учетом опыта иракских ракетных обстрелов 1991 года. Эта система была принята на вооружение в 2011 году и постоянно совершенствуется на основе новоприобретенного боевого опыта, потому что террористы регулярно атакуют Израиль ракетами и дронами. Впрочем, и у Израиля есть потенциальная уязвимость перед подобными атаками. Газета «Идиот охрана» сообщила, что на отражение разового иранского нападения было израсходовано боеприпасов на полтора миллиарда долларов. Ни у одного самого богатого государства не имеется неистащимых запасов боеприпасов. И тем не менее, как давным-давно отметил великий военный теоретик Сунзи, когда кто-то умеет обороняться, враг не знает, где атаковать. Алекс Григорьев о том, чем отличаются возможности ПВО Израиля и Украины. Что же касается решения Конгресса, которые сейчас называют ключевым фактором в защите Украины, то сообщается, что накануне во время телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидерами Конгресса был достигнут консенсус. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на слова лидера большинства в Сенате демократа Чака Шумера. На пресс-конференции в Нью-Йорке Шумер сказал, что он надеется уже на этой неделе что-то сделать для помощи и Израилю, и Украине. Ранее в воскресенье Джо Байден говорил с Шумером и другими лидерами Конгресса от обеих партий, в частности со спикером Палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном. Сам Джонсон в эфире телеканала Fox News напомнил о предыдущих неудачах республиканцев в Палате представителей по одобрению помощи Израилю. И сказал буквально, мы попробуем еще раз на этой неделе. Детали этого пакета сейчас выясняются. Мы рассматриваем варианты, добавил он. Отвечая на вопрос ведущей о помощи Украине, Джонсон сказал, что пакет будет направлен в Сенат, но не уточнил, будет ли он объединен с помощью Израилю и проголосует ли за него на этой неделе. Ряд европейских политиков тем временем заявляют, что ситуация в Украине требует скоординированной международной реакции, похожей на ту, которую получил Израиль во время и после ударов иранских беспилотников и ракет. Об этом, в частности, заявили некоторые чешские политики. Ночная атака Эталы на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защищать воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией, отметил министр европейских дел Чехии Мартин Дворжек от партии Стан. Другие политики, связанные с этой центристской партией, поддержали настроение министра. Глава норвежского МИДа Эспен Барт Эйде говорит, что истребители F-16, которые его страна передает Украине, помогут вооруженным силам бить глубже по российским тылам. Об этом норвежский министр заявил во время брифинга с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Киеве. Глава МИД Норвегии считает, что Украине нужно укрепить свою способность наносить удары именно в тылу противника. Эспен Барт Эйде не исключил, что будут предоставлены и другие средства для более глубоких ударов. Может ли Россия воспользоваться заминкой в предоставлении помощи и провести наступление в ближайшие месяцы? Политолог, профессор Института мировой политики Пол Гоббл считает, что усиление активности в следующие несколько недель вполне возможно, так же, как и волна мобилизации в России. При этом я не сомневаюсь, что российское правительство предпримет все возможные шаги, чтобы мобилизовать от 300 до 400 тысяч человек. Однако оно постарается избежать использования термина мобилизация. Будут изыскиваться разнообразные пути для увеличения числа заключаемых контрактов, включая повышение финансовых стимулов для молодых людей. Такие меры уже внедряются в регионах и, вероятно, будут продолжены. Правительство понесет большие политические потери, если объявят мобилизацию. С одной стороны, это станет признанием того, что оно не смогло выполнить задачу в Украине без массового привлечения ресурсов всей страны. Во-вторых, это вызовет сопротивление и новую волну эмиграции. Несмотря на возможное желание Путина, он не хочет столкнуться с последствиями, которые это повлечет. Политолог, профессор Института мировой политики Пол Гоббл. В свою очередь, старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк подчеркивает, если Россия будет иметь успехи на фронте, уверенность Запада в том, что нужно помогать Украине, может пошатнуться. Если Украина начнет терять территории, это может вызвать дебаты среди некоторых законодателей США о целесообразности дальнейших вложений в оборону Украины. Однако большинство, вероятно, поддержит усилия по укреплению обороны Украины, чтобы предотвратить ее крах, особенно учитывая опасения, что быстрое падение Украины приведет к продвижению российских войск к границам НАТО. Американская администрация, возможно, захочет отправить больше оружия из американских запасов, используя президентские полномочия, или предоставить Украине систему займов. Также возможна переброска вооружения в Восточную Европу, откуда оно может быть передано Украине. Есть различные способы, которыми американская администрация могла бы увеличить поставки оружия Украине в случае ухудшения ситуации на фронте из-за российского контрнаступления. Старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил мировое перемирие на фоне Олимпиады. В большом интервью французским медиа относительно будущих Олимпийских игр Макрон сказал, что лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай. Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира. Французский президент отметил, что попытается приложить максимум усилий для Олимпийского перемирия и уточнил, что имеет в виду и войну между Израилем и Хамас, и войну России против Украины, и войну в Судане. И в заключительной части подкаста, как всегда, наша постоянная рубрика «Кого где за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России на фоне войны. 14 лет колонии по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством и оправдании терроризма. Такой приговор сегодня получил житель Свердловской области Владлен Меншиков. Первые четыре года, как пишет издание «Медиазона», он проведет в тюрьме. Остальные в колонии строгого режима. Ранее прокурор просил назначить ему 19 лет лишения свободы. Меншикова задержали в сентябре 2022 года в аэропорту Петербурга, откуда он, как утверждалось, собирался улететь в Беларусь. Силовики обвинили Меншикова в том, что он якобы по наущению вооруженных сил Украины установил перемычку между рельсами на одном из перегонов Свердловской железной дороги, чтобы сбить с путей состав с военной техникой. Устройство убрали с рельсов до того, как оно сработало. На видео, опубликованном телеграм-каналом Мэш, Меншиков после задержания признавался, что был участником легиона «Свобода России». Содействие терроризму или оправдание терроризма становятся все более частыми обвинениями в России. Сегодня Басманный суд Москвы повторно арестовал бывших сотрудников Центра судебной экспертизы при Минюсте в Ставрополе супругов Дениса и Марию Мамедовых по делу о содействии терроризму, сообщает Медиазона. Ранее против Мамедовых уже были возбуждены дела о распространении военных фейков за то, что в 2022 году они разослали антивоенные письма своим коллегам. 39-летнему Денису Мамедову 12 апреля уже вынесли приговор ему заочно, назначили 8,5 лет колонии общего режима. Что стало причиной для новых уголовных дел против Мамедовых, которые уже два года не живут в России, не сообщается. Кстати, сегодня же стало известно, что Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов режиссерку Женю Беркович и сценаристку Светлану Петрячук, которых обвиняют именно в оправдании терроризма. Осужденного на 2,5 года колонии 71-летнего правозащитника Олега Орлова этапировали из московского следственного изолятора «Водник» в СИЗО «Самары», сообщил Центрмемориал. Произошло это еще в ночь с 11 на 12 апреля, но стало известно только сегодня. Адвокат не знает, в каком состоянии сейчас находится его подзащитный. При этом в мемориале сообщают, что ни адвоката, ни жену Орлова, ни его самого не уведомляли о том, что его планируют этапировать в другой регион. Адвокаты не исключают, что Самара – не конечный пункт. Напомню, в феврале этого года Орлову заменили штраф на реальный срок по уголовному делу о дискредитации армии из-за антивоенной статьи. Это было последнее сообщение выпуска. Слушайте наш подкаст «Каждый день по будням» и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok